Секрет продления летнего сезона В журавлином городе Саратов на одной из самых длинных набережных страны стоял скейт-парк. Да не какой-нибудь, а почти самый старый представитель своего вида. Здесь примерно в 1989 году была установлена первая рампа в СССР. Райдеры со всего Союза съезжали сюда, чтобы опробовать ее на своих самодельных досках. А доска у тебя чья? Фирменная? Да нет, так самодельная. Парк на набережной повидал немало соревнований, в том числе и международных. Саратов был центром притяжения для всех влюбленных в скейтбординг. Скейт – это кайф, шик, это классно. А что у тебя с кроссовками? Формались. Колеса фирменные и подвижки фирменные. Как ты думаешь, сильный тут состав участников? Да, очень. Его задача – как можно дольше устоять на скейте. Постепенно парк наполнялся и более современными фигурами. И все же там остались долгожители, которым сегодня уже стукнула тридцаточка. До этой осени саратовцы обкатывали советское наследие. Но после стольких лет площадку закрыли и демонтировали. И какой бы печальной ни казалась новость, не огорчайтесь. Это всего лишь следующий этап. На набережной Саратова начали строить масштабный скейт-парк. Благодаря президенту Федерации роллер-спорта Саратовской области Алексею Потапову, президенту Федерации Экстрим Юрию Фомину и просто неравнодушным, в этом году парк приобретет обновки, два фанбокса, квотеры, волрайт, мини-рампа и стрит-площадка. Будет где разгуляться. Осталось только дождаться окончания строительства и пережить зиму. Представляю, как будет сложно удержаться и не устроить джем на снегу. И как тесно там будет весной. Мы рады за вас, ребят. Ждем возрождения скейт-славы Саратова. Для тех, кто любит морозный воздух, есть хорошие новости. Снежком обновился к сезону. Новые перилки появились благодаря Денису Леонтьеву, и вся эта благодать именуется бонус-плазой. Теперь в психушке стало еще веселее, а присматривать за всеми будет увековеченный главный санитар. Эскеры! А вот скейт-парк в Великом Новгороде, наоборот, проигрывает не только погодным условиям, но и терпит поражение в схватке с вандалами. Эти глубокомыслящие личности разгромили урны, скамейки и повредили фигуры. Все же поим! Видимо, мало того, что парк стоит посреди грязевой массы и покрыт вечными лужами. Нужно, чтобы он полностью соответствовал окружающему пейзажу. Лепута! Хочется верить, что, наконец, установленное освещение в парке юности устранит хотя бы часть проблем. Но это не точно. Любимчик всех девочек в своем классе Арсений Любишкин засветился на всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица». Специально для него была построена мини-рампа прямо на сцене. Повезло же зрителям, сидящим справа. Смогли хорошенько ее рассмотреть. Эх, фигур бы побольше, было бы куда интереснее. Но как бы там ни было, финал конкурса чемпион России не прошел. Там с рулем и здесь с поворотом. Классный спорт. Не впечатлили жюри, випы и плееры. Хотя охали они знатно. Новый World First от красотки Анны Гассер. Несмотря на сильное волнение, олимпийская чемпионка приземлила кэп-трипл-андерфлип 12.60 с первой попытки. Чарли Хастингс поставил Мисте 900 ту-бэк-флип. Этот полуторагодовалый роллер со второй попытки сделал свой World First. Команда Red Bull создала в джунглях Коста-Рики биопарк из утесов, камней и упавших деревьев. Кеннет Тенцио решил, что это лучше бетона и не прогадал. Природа создала немало фигур для идеальной линии. Их просто нужно было увидеть. Бонусом идет бэкстейдж-видео специально для тех, кому интересно посмотреть, сколько усилий прилагается для создания подобной работы. Братья Оуши представят новый фильм о скейтбординге. A Happy Medium 5 выйдет в свет 3 марта 2019 года. И мы уверены, что он будет тепло принят даже самой привередливой публикой. Парни хоть и долго снимают, но всегда на полноценный фильм. Максимальное количество лютых трюков и своя особая атмосфера. Осторожно, вероятность присутствия милогрустных песен очень велика. Секрет о том, как продлить сезон в зимнее время, раскрыли Николай Рогаткин и Ридбокс. Как оказалось, катиться с горы можно и на байках, сноубайках. Несмотря на отсутствие колес, барспин, бэкфлип и даже мэнуол, вполне себе можно позволить. В общем, годная штука. Нам понравилось. Святой Game of Bike прошел в Польше. В этой игре принимали участие такие звезды, как Дэвид Годзик, Дэниел Дерс и Ира Крэйзаев. Специально для них внутри заброшенной церкви построили парк, а загадываемые трюки на этот раз выбирали зрители во время прямой трансляции. В последнем раунде ребята придумывали линию из двух трюков сами, и безусловным победителем остался Ирек, обыграв концерт Дэвида Годзика. Поздравляем! Надеемся, что освещенные стены окропили твой байк своей атмосферой, и теперь ты станешь непобедим. Street Fighter Jam прокатился по Финиксу, штат Аризона. Около сотни райдеров приехали получить свои награды и заработать славу сумасшедшего на велике. Вся банда устроила целый тур по городу, превратив его в один большой спот. А местная полиция даже не пыталась остановить этот велопарад. Видимо, сильно впечатлились от масштабности и красоты происходящего. Нашей любимой частью был финал, где парни решили полетать за награду, которая собиралась из карманов зрителей. Долетел, забираешь банк и обнимашки. Ну и без фирменных подарочков не обошлось. Один из самых известных уличных джемов ежегодно собирает разные поколения и доказывает, что ограничений по возрасту нет. Есть один поток, и в этом кайф. К большому сожалению, говорят, что шестой Street Fighter Jam был последним. Китайский ноябрь был полон событий. Чемпионат мира по скейтбордингу, где достойно держались ребята из России, Feast World Series в Ченду. Чемпионат длился несколько дней и включал в себя скейтбординг, МТБ, BMX, ролики и самокаты. После этого почти сразу чемпионат мира UCI BMX Freestyle. Из России в Китай на оба события прилетела целая BMX-делегация. Но, к сожалению, ни на один пьедестал взобраться не удалось. Есть куда стремиться. А вот серьезный претендент на титул чемпиона отправился домой. Деннис Инерсон улетел обратно в Штаты, не сделав ни одной попытки на чемпионате мира. Существует две версии, почему так произошло. Первая. Райдер сильно заболел, пошли осложнения, и он решил не рисковать здоровьем и репутацией. И вторая. За день до официальной раскатки Инерсон прокатился по парку без шлема, о чем узнало большое начальство UCI. За что пришла мгновенная карма, и его дисквалифицировали. Конец китайского ноября знаменовал контест Air and Style, откуда с золотом уехала Анна Гассер и Свен Торгрен. Конкуренция бешеная, одни мировые звезды в одном месте, но, как обычно, с позитивным настроем и огромной поддержкой. Уникальный по своей природе ежегодный контест Rock and Rail прошел в Нидерландах. Райдерам пришлось побегать. После каждой попытки надо скорее подниматься обратно, чтобы успеть выдать еще несколько порций трюков за отведенное время. Сотня падений, один сбитый оператор и шумная толпа. Программа «Максимум» была выполнена. Никаких любителей, только про. Хотя было очевидно, что ребята катают не на все 100%. Конечно, приехали же за фаном. Это классно. Какой фантастический день, Томас! Друзья, зима случилась, в горах полно снега, и это только начало сезона. Катайте в кайф! Но помните, в лавине веселья не устраивайте лавин. И, конечно, любите природу, берегите коленки. С вами были Bords & Wills News. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!